Слово предоставляется министру культуры Республики Тарстан Аюповой Раде Хафизяновне. После такого уважаемого человека, и тем более, что вы подняли абсолютно важную тему, тему более широкого и более глубинного понимания сути культуры. Очень часто министерство культуры ассоциируется у нас с министерством праздника. Что такое культура? Культура это приемы, торжества, но на самом деле у нас с вами общая миссия. Наша с вами задача все-таки это в первую очередь сохранение духовно-нравственного стержня нашего народа, нашего многонационального, многоконфессионального народа. Людей, в которых, каждым из нас, это не только в тех людях, которые сегодня не в полной степени определились со своей этнической и конфессиональной идентичностью, идентичностью людей, в живых которых течет очень большое количество кровей. Русских, татарских, чувашских, ордовских, марийских. Я вам больше скажу, в свое время работая в Государственном комитете по архивному делу, я столкнулась с ситуацией, что когда люди занимались изучением своих корней, для них становилось открытием, что то, кем они сегодня себя в современном мире позиционируют, по крови не совсем так. И очень много было людей, в чьих живых, например, текла этническая, чувашская кровь сегодня, человек себя считает татарином. И напротив, человек, который считает себя представителем, например, русского этноса, у него были, возможно, где-то у предков, в том числе и татарские корни. Но я бы хотела сделать небольшую ремарку, то, о чем думала, когда слушала ваше выступление. Мы привыкли все-таки делить нашу культуру на прошлое, настоящее и будущее. И зачастую, вы абсолютно правы, мы чрезмерно идеализируем прошлое, думая, что как все было замечательно раньше. Мы драматизируем зачастую настоящее и абсолютно лишены веры в будущее. Либо напротив, чрезмерно идеализируем будущее, что завтра будет все по-другому и завтра будет все гораздо лучше. Но, наверное, очень важно для каждого человека уметь принимать день сегодняшний и идти в будущее с верой. Я извиняюсь за такое лирическое отступление. На самом деле, это у меня не было записано в моем официальном тексте, но, тем не менее, очень хотелось бы высказать свои эмоции. Итак, от имени Министерства культуры, от себя лично я хотела бы поприветствовать всех участников и организаторов регионального этапа 32-х международных рождественских образовательных чтений «Православие и отечественная культура. Потери и приобретение минувшего образ будущего». Важно, что в центре внимания участников чтения актуальные социальные, гуманитарные, общемировые проблемы, имеющие исключительное значение для настоящего и будущего России. И все-таки я оторвусь от текста. Мне хотелось бы больше акцент сделать на другом. Согласна. Действительно, переписи 2020 года в Татарстане проживают представители 175 национальностей. У 8 национальностей численность представителей превышает 10 тысяч человек. Это татары, русские, чуваши, удмурты, мардва, марийцы, украинцы, башхиры. У нас более 220 национально-культурных общественных организаций, представляющих 37 этносов, входит в состав Ассамблеи народов Татарстана. И основной принцип, по которому работает Ассамблея – один народ, один голос. Даже если на территории республики проживает 10 человек, эти люди, проживающие сегодня на нашей общей земле и фактически ассоциирующие нашу общую землю со своей родиной, они имеют право на сохранение своей культуры и своих традиций. На территории республики действует 9 домов дружбы народа, 4 центра дружбы народа, более 100 национально-культурных центров. И если мы говорим об историко-культурной основе нашей земли, то сегодня тоже об этом несколько слов было сказано. Наша палитра сложилась благодаря сочетанию тюркского, финно-угорского, славяно-русского типа культурного взаимовлияния. И на протяжении многих веков, да, действительно у нас складывались добрососедские отношения, я очень часто своим коллегам говорю, вот посмотрите, у нас сегодня с вами рождественское образовательное чтение, в президиуме у нас сидит Владыка, приветствую вас, ну и, конечно же, наш муфти республики. На самом деле для очень большого количества территорий, коллеги, это нереально. Это нереально, это нонсенс. И то, что мы в России можем выстраивать диалог друг с другом, это очень важная ценность. Но сегодня перед нами стоит еще одна проблема. Я не зря сказала о том, что у нас проживает очень большое количество представителей этнических групп. Но помимо этнической идентичности, каждый представитель, каждый человек является, как правило, в идеале носителем конфессиональной идентичности. Простите, даже атеист – это тоже носитель, он позиционирует себя, как человек, имеющий свою позицию в отношении с верой. В любом случае, эта идентичность, она у людей сформирована. И я бы хотела поднять вопрос о том, как примирить эти две идентичности в человеке и в обществе, чтобы одно не противоречило другому. И возвращаясь к теме моего предшественника, я бы хотела сказать, что самое важное, чтобы мы не воспринимали культуру как статику. Потому что наша среда, она меняется. Отношение к жизни, оно меняется. Самое важное, чтобы ключевые столпы нашей духовности, они не подвергались трансформации. И чтобы не было ярко выраженного конфликта между этнической и конфессиональной идентичностью. Действительно, у нас уникальная территория, территория, на которой, слава богу, в Агашкар, буквально в сентябре месяце у нас появился четвертый объект всемирного наследия ЮНЕСКО. И если мы обратим с вами внимание, взор на все эти объекты, мы можем отметить, что все эти объекты, они сбалансированы. У нас есть Казанский Кремль, это номинация, которая была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году, на территории которого находится и православный храм, и мечеть. У нас есть с вами Свияжск, Успенский собор Свияжска, и у нас есть с вами булгары. Но на территории булгара, вы знаете, для всех это было событием, когда его святейшество, патриарх Сеаруси, приехал на территорию булгар и посетил объекты, место тысячестолетия принятия ислама. Да, очень важно, что на территории даже этого объекта, который номинировался в ЮНЕСКО, как объект, на территории которого тысячи сто лет назад был принят ислам, и номинация была шестая, которая говорила о духовности, критерий, точнее, был шестой, который говорил о сохранении духовности. На этой территории у нас сохранился храм. И я очень надеюсь, что службы, договоренность об этом была достигнута хотя бы несколько раз в год, но службы на территории этого храма вестись будут. И даже новая номинация, она построена по принципу дуализма, астрономические обсерватории, одна в городе, другая в загородом, но в любом случае мы стараемся, чтобы все было сбалансировано и все дополняло друг к другу. И вот тема, о которой я хотела бы сегодня несколько слов буквально сказать, это может быть тема для последующего размышления. Еще одно направление деятельности ЮНЕСКО это сохранение нашего нематериального культурного наследия. Да, Россия не ратифицировала конвенцию о сохранении нематериального культурного наследия, но тем не менее у нас принято законодательство. Первоначально мы приняли его на территории республики, и сейчас это законодательство действует, оно принято уже и на федеральном уровне, законодательство, которое направлено на сохранение наших традиций. Но тем не менее, сегодня наша с вами задача, задача нашего поколения сформировать в обществе дискуссию о том, чтобы в рамках праздников, традиционных праздников, локальных традиций, мы не входили в противоречие с сутью духовных традиций. Я попытаюсь разъяснить. У нас мы все с вами празднуем каравон. Каравон — это вокальная традиция. Это традиция, которая пришла к нам испокон веков и которая на протяжении уже долгих лет, она празднуется на территории села Русско-Никольской в Аишевском районе. Вот очень важно, чтобы духовная составляющая в этом празднике была бы грамотно и корректно подчеркнута, не вступая в противоречие с языческой, поскольку это этническое все-таки происхождение этого праздника. Еще один пример — это то мероприятие, которое мы также регулярно празднуем в селе Красновидово, Камскусинского района, республики Татарстан, праздник «Яблочный спас». Яблочный спас сегодня — это праздник, который фактически он объединяет два вектора — и этнический, и православный. Поскольку в традиции этого праздника сегодня появляются элементы, которые связаны с верой, с Русской Православной Церковью. Но правильное их позиционирование нам нужна ваша консультация. Мы должны грамотно это позиционировать, грамотно об этом говорить. Владыка, я прошу прощения, но мы с вами об этом говорили. Это тема, по которой мы планировали мое выступление в рамках этих чтений. Я искренне рада, что у нас есть позитивные очень примеры. Например, фестивали колокольного звона. Это действительно очень большой пласт православной культуры, которую мы сегодня стараемся грамотно позиционировать. И, например, на территории села Алексеевского, на территории Елабуги. Мероприятия по фестивалю колокольного звона, они при грамотной организации, они действительно имеют очень большой позитивный эффект и не возникает никаких внутренних противоречий. Но вот очень важно, чтобы мы сегодня с вами при организации всех этих мероприятий не выбрасывали как с водой младенца. Поэтому наше с вами взаимодействие, наша с вами коммуникация – это залог того, что наш с вами путь, он будет верным, максимально верным, максимально сбалансированным. Так, как мы стараемся выстраивать сбалансированно всю политику в сфере национальных и конфессиональных отношений на территории нашей республики. Мы всегда открыты для совместных мероприятий. Действительно, у нас на площадке концертного зала имени Салиха Сайдашева совместно мы с вами проводим регулярный епархиальный концерт, посвященный празднику Рождества Христова. Мы на площадке культурного центра имени Александра Сергеевича Пушкина проводим колоссальное количество мероприятий, связанных с православной тематикой, и, например, в том числе праздник «Святочная забава», который тоже проходит достаточно регулярно. Очень большое количество мероприятий реализуется на площадках наших музеев. Но самый важный эффект этих мероприятий – это не события. Самый важный эффект этих мероприятий – это атмосфера доверия и взаимопонимания в обществе. Сегодня в обществе самый большой кризис – это кризис доверия. А из кризиса доверия всегда проистекает, всегда следующим будет кризис веры. Поэтому я от всей души приглашаю вас к последующему, к продолжению нашей совместной коммуникации. И очень важно, чтобы за некими формальными сторонами вопросов мы никогда не забывали о ключевых духовно-нравственных принципах. Все наши совместные мероприятия в первую очередь должны служить теме созидания, теме добра. Наша с вами взаимная обязанность – сделать общество все-таки добрее. Не столько ради себя, сколько ради будущих поколений и ради того, чтобы эта вера нашим будущим поколениям перешла. Шен-Канульден Рахмет, спасибо огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ